Мы варим эксперименты, это все эксперименты, только очень успешные, очень востребованные, мы можем повторить. Где бы мы еще встретились, как ни в Харькове, да? Ну, понятно. Тяжело пересечься. Харьковские пивовары. Уже сколько лет, да, в одном городе, и все никак не пересечемся. Тимур Шатилов, владелец Гремлин Брюери. Гремлин Брю и Хайзенберг Пап. Совершенно верно. Хочу спросить, как пришел к пивоварению? И когда это было? Было это в 15-м году, дай бог память, всегда в 15-м. Ну и, собственно, толчком были украинские крафтовые пивовары. Не потому, что я там их попробовал, восхитился, я сказал, я тоже хочу так. А потому, что на тот момент открывали заведение, и вот как-то очень тяжело было с ними со всеми договариваться. Ну, в общем-то, не получилось просто договориться, я разозлился, плюнул, сказал, да, я сам сварю, и будет лучше. Ну, а что-то новое, интересное, да, и хотелось... Нет, ну, я как, я вот всю жизнь люблю там готовить что-то, я посмотрел, почитал про пивоварение, тогда я честно, я вообще был очень далек от этой всей фигни, то есть, ну, я там пил какие-то там стауты там... А какое у тебя образование вообще по... Образование незаконченное, высшее, я так никогда и не закончил, учился в трех институтах разных, и ни один не закончил. Ну, понятно. Я сейчас четвертое буду, ну, уже профильное, уже будет эта технология бродильной винодельческой технологии, вот, так что уже будет профильное практически. КПИ здесь будет? Да, КПИ, просто потом повышение квалификации у Вити Ващука будет. Ну, понятно. Вот, ну, собственно, получилось так, что вот я разозлился, решил, что мы вот откроем паб, и я туда там сварю один-два кранчика, там какие-то маленькие домашние варочки, там 20-30 литров, и мне этого хватит. Ну, и вот, собственно, пока мы там делали ремонт в кабаке, пока я там начинал заниматься пивоварением, то есть, попутно начал там что-то изучать, читать американские всякие форумы. Да, и в результате, да, и в результате, в момент открытия паба мы уже там вышли на варки по 300 литров, потому что это уже получилось так, что... Нормально, начну в кастрюльке, да? Да, ну, так начали в кастрюльке, потом перешел на 50 литров, потом перешел на 150, потом уже, когда понял, что на 150 мне лень три раза по 50 варить, там заморочился со сварщиками, с коллегами какими-то. Начали варить побольше, объемчики немножко, начали... Так, а реализовываешь именно в Хазенберг-пад? Ну, да, львиная доля уходит туда, в данный момент, ну, там есть какие-то постоянные, там, точки, мультитапы, какие-то новые постоянно интересуются по пиву, но я же говорю, при ныне... Ну, по Харькову? Не-не-не, как раз нет, вот как-то удивительно, много очень запросов со всем западной Украины, вот там Ушгород, там Иваном Шанковым, там что-то такое, вот, регулярно выстреливают что-то, типа Херсона Николаева, там, вот такие штуки, вот Киев, там, постоянные тоже есть места, куда заходим, ну, это, ну, на самом деле, это больше... Ну, это периодически так получается, да? Да, это больше для того, чтобы оставаться на слуху, чтобы не совсем теряться. Ну, да. Такое, чтобы вот, Гремлин Брюо, ну, как-то вот, где-то висело, поэтому изредка выезжаем на какие-то фестивали, ну, вот такое. Ну, да, вот, ты в Днепре был, да? Да, я был, опять же, в Днепре были первыми, кто распорудовался полностью, ну, то есть, в первый день там нас вообще рвали, меня рвали, когда один поехал, потом поехал. Ну, в Киеве я не был, например. Я в Киеве не поехал, опять же, потому что, ну, как бы, те точки, которые меня берут, они и так берут, новых пока там особо не открывается, каких-то там значимых мест, то есть, собственно, смысл приезда туда, это разве что потусить с коллегами-пивоварами, тоже прикольно. Тоже прикольно. Тоже прикольно, но, да, но в последнее время несколько напряжно, вот Днепр легче, вот Киев, Львов, дальше куда-то, ну, уже тяжело просто. Не тот, не тот возраст уже пора на пенсию. Да ладно, куда-то на пенсию, все только начинается. Ну, опять же, прошлый год такой уже был достаточно активный, что-то развивались, коллабы какие-то постоянно с кем-то выридят. Так а упор на какие сорта делаешь или постоянно... Ну, мы же не повторяем, ну, я повторял... Экспериментируешь постоянно. Да, ну, скажем так, до сих пор ищу себя. Нет, ну, опять же, она же уже пошел, там какой-то такой стереотип, что Gremlin Brew такая пивоварня извращенцев, там такие штуки, которые другим людям в голову не придут. Вот, нет, ну, на самом деле, совсем таких не было практически все, что мы варили где-нибудь, вот, как правило, уже в Штатах кто-нибудь варил, но для Украины, да, это еще дичь. Ну, в Штатах там, конечно, там 25 лет истории всей этой, они там уже все переварили. Ну, да, ну, когда вот мне там приходит какая-то дикая там идея в голову, вот когда вот мы коллабу с цыпой делали, да, вот с этой чернилами каракатицы, я думаю, ну, вот точно такого нет. Нахожу, нет, блядь. Было уже. Было, да. Немножко где-нибудь, но было. Да. Ну, то есть это такое тоже, тамаринт мне попался, этот тамаринт, я понюхал, вот прикольный фрукт и растет там где-то там Шри-Ланка, там Индия, что-то еще там. Вот, думаю, ну, наверное, что же никто его там не использовал. Да, да. Блин, открываю тамаринт портер, тамаринт стаут, тамаринт тэпа, все что угодно уже было. Ну, но для нас это все равно еще новая дичь, да. Ну, а сколько мы там развиваемся, Украина, в принципе, крафт когда-то начался? Первые лет пять назад? Нет, ну, как, вот, самая старая претендует, что White Rabbit, самая первая крафтовая пивоварня, они с 2011 года варят. Блин. Ну, я считаю, это уже шаг вообще вперед, потому что до сих пор... Я до сих пор не дошел пока еще. Нет, ну, просто вот, да, сварить кисляк, это на самом деле надо иметь яйца, блин. Ну, да, тут непонятно еще, такой сорт непонятный. Нет, ну, там, да, ну, там серии берлинеры какие-то, там фруктовая саура, это там еще пол беды. А вот когда вот конкретный, вот именно... Продвинутый... Да, когда ламбик жесткий, там, вот, да. Понимают, а основная там масса, ну, пробует, блин, скишее пиво. Нет, ну, было смешно, когда-то во Львове в прошлом году, на вот этом Крафт-бир инвенере, который вот ровно год назад был, тогда был этот львовский магазин HopHeads, и девочка, эта лиля говорит, вот, типа, зашли нам свое пиво, а мы будем, как бы, вас представлять официально, то есть на этом фестивале. Вот, и я им заслал берлинер тогда, и там, ну, в том числе. Вот, и такой достаточно кислый берлинер, причем, такой летний сорт, очень легенький, там, а это у них уже тоже, конец сентября, холодно, вот. И они говорят, вот в ночь, ну, с пятницы на субботу, там, первая ночь, они говорят, ну, мы палатку не закрывали, оставили там, ну, все как есть, ну, оставалось, говорит, там, две трети, кико, приходим, почти пустой, только ночью, именно берлинер кислый, оставили все остальное. Нормально, все-таки, видишь, оценил кто-то. Кто-то, да. Гурман какой-то. Да, так что есть, есть. Как-то у нас... Это не... Вырабатывается, все равно же, вот, чем больше появляется кисляков, тем больше, как бы, людей пробуют и начинают ценить. Совершенно верно, но кто-то же должен первый броситься на эту амбразуру, понимаешь? Так вот, потому что... Сказать, вот я творил кис... Есть шквау принять на себя, вот это вот, все за гадость вы варите. Да, вот это вот, все, да, на говна, на вентилятор вот это вот, знаешь, хватануть. Это да. А этот, вот, у нас на слуху был, что коллаб делали шайтан и па. Ну, шайтан, да, мы делали с редкетом очень хорошо, получилось не без боков своих, конечно, ну, то есть не все вышло так, как ожидалось, но тем не менее получился хороший продукт. Название такое ужасное, шайтан и па. Ну, долго там это, мы же дело в чем, мы же название, у редкет, у них строгое ограничение. Должно быть название из одного слова, причем не больше восьми букв. Вот, ну, и очень тяжело в эти рамки что-то там, ну, положить, да, внести, как-то там это. И вкинули тогда клич просто по фейсбуку, типа, ребята, предлагайте свои варианты. И вот кто-то предложил шайтан и па, и вот за него, собственно, проголосовали. Ну, это какая-то жесть, да, была? Не, ну, это не была жесть, на самом деле это была двойная пашка. То есть там получилось на две с половиной тонны варки, получилось 44 килограмма хмеля. Ого! Мы сосвинячили. Ого! Ну, как бы... А то вы психанули. Не, ну, получилось реально круто, реально очень кайфово, то есть он быстро очень разошелся. Ну, очень там хорошие оценки, кроме Олдбара почему-то собрал. То есть что-то вот в Олдбаре у них там, ну... Ну, свои гурманы... Не, ну, в Киеве, в Киеве там даже бытует такое какое-то там мнение, что в Олдбаре вот почему-то есть такой свой Олдбаровый привкус. То есть... Ох! Мур мне тоже предложил коллабу сделать брегат, да? Да, брегат, старинный шотландский сорт, медовый, практически... Брегат получается это крепкое пиво с большой дозой меда. Да, там практически, ну, если по плотности судить, посчитать, то по плотности практически половина плотности достигается именно медом. То есть, допустим, если это плотность 20, то там может быть 12 солодовая плюс 8 медовая составляющая. Круто это, конечно. Вот, да, и... ну, собственно, бытует же вот у лингвистов мнение, что от слова брегат произошла наша брага вообще. То есть, изначально. Они... Серьезно. Есть такое мнение, потому что, ну, много таких вот штук. Потому что изначально вот, ну, все эти браги делали лишь медовушные. Медовух. Ну, броса и мед изначально. Не, не претендую, ну... Нет, ну, это тоже, это не истина в последствии, но есть такое мнение, я читал, когда изучал... Одна из версий. Да, одна из версий, что это вот именно брага произошло от этого слова. Потому что, ну, была достаточно известная штука, опять же, это имеет там тысяча там с лишним лет, этого возраста, потому что, опять же, ну, это делалось для чего? Чтобы хранилось долго, зимой согревало, летом освежало. Вот. То есть, ну, и достигаться это в те времена, это могло только крепость, чем другие. Интересный ссор. Да. Ну, кому как не дегустатору меда, блин, сделать медовое пиво. Так что, я думаю, на наших мощностях забабахаем. Договоримся. Меде, кстати, есть уже. Уже есть мед, да? Да. Отлично. Ну, так что, я думаю, в скором времени будет какая-нибудь коллаба интересная. Немножко не в скором, но надо настояться, как я уже говорил, надо настояться. Ну, да, вообще крепким сортам хорошо бы. Приглашаем на два первых стола. Окей. Митя, спасибо. Ну, ладно, Тимур. Всё, да, спасибо за интервью. А то нас прерывают постоянно. До новых встреч, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова